В годы Великой Отечественной войны родину защищали не только профессиональные военные, но и обычные гражданские, моряки торгового флота в том числе. В память о погибших экипажах в ноябре 1967 года во Владивостоке установили мемориал. Его центральные фигуры – три моряка, матрос с кормовым флагом, раненый и капитан торгового судна. Реальным прототипом последнего был одессит, капитан теплохода «Комсомол» Мизенцев Георгий Афанасьевич, работавший в войну начальником дальневосточного морского пароходства. Сегодня монумент занимает особое значение в истории города. Они не должны были воевать, они перевозили грузы, но они погибли в результате нападений подводных лодок вражеских, в результате и природных катастроф в том числе. И, конечно, это такой знаковый момент для Владивостока, потому что морской флот, торговый флот всегда составлял основу этого города, как и военный. Несколько лет назад монумент в честь погибших моряков оказался прямо под опорой моста, который строился через бухту «Золотой рог». Его оперативно укрыли защитным коробом и перенесли чуть восточнее, сохранив главные детали и вид на море. Специально на момент открытия этого памятника по обращению ветеранов ДВМП известный советский поэт Илья Шаферан написал строки, когда опасность родине грозит, торговый флот становится военным, которые посвящены именно нашему памятнику. И они очень знаковые для всего торгового флота и для нас тоже. Памятник посвятили судам именно дальневосточного морского пароходства, но вот опасность поджидала их не только в родных водах Тихого океана. Приходилось действовать осторожно и оставаться незамеченными, а если боя было не миновать, принимали его со всей отвагой. И вот два корабля «Верант» Владимир Михайлович и «Малахов» Николай Никитович на своих судах в Анцете и пароход «Уэлем», вступив в бой, в открытый бой с подводной лодкой вражеской в надводном состоянии, вышли победителями. В честь 50-летия памятника морякам торгового флота 4 ноября около тысячи курсантов МГУ имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского торжественным маршем пройдут от университета до самого монумента на Светланской. Под звуки оркестра возложат цветы и отдадут честь всем, кто защищал родину, несмотря ни на что. Мемориальный ансамбль также включает в себя отдельные бронзовые доски в память о кораблях-героях. 24 названия теперь навсегда сохранились в истории Дальнего Востока. Ольга Продан, Данил Клёва, Новости на Восьмом.